Ну вот, собственно говоря, изначально стресс как физиологическая реакция, она, конечно, носит защитный характер. Еще раз повторим это, потому что цель этой реакции – приспособление организма к меняющимся условиям окружающей среды. Во время стрессовой реакции у нас с вами происходит активация нервной деятельности, сердечно-сосудистой системы, эндокринная система, меняются формы обмена веществ, перенастраивается иммунная система, запускаются такие механизмы и такие процессы в организме, которые необходимы именно для выживания организма в данных условиях. То есть кратковременный стресс, еще раз повторимся, в целом является положительным явлением, он даже способствует некоторой эволюции нашего организма, он способствует распределению правильной энергии в нашем организме, активации резервных возможностей, он является обучающим в действительности, обеспечивает прогресс нашего тела, наших знаний каких-то. То есть в разумных пределах стрессовые реакции, они нашему организму фактически необходимы для развития, но в то же время, если человек с этой ситуацией не справляется, а стрессогенные факторы продолжают свое воздействие, возможность организма просто начинает истощаться. И, к сожалению, возникают различные отклонения, нарушения, которые и относятся к проявлениям хронического стресса, мы сейчас про это поговорим чуть поподробнее. Еще раз, вот в развитии этого адаптационного синдрома Селье в первую очередь отводил роль так называемым адаптационным гормоном. То есть это гормоны в первую очередь адренокортикотропный гормон, который вырабатывается у нас в надпочечниках, в коре надпочечниках, и самототропный гормон, и катехоламины, которые вырабатываются, собственно говоря, в центральной нервной системе, точнее в гипофизе в первую очередь. И в центральной нервной системе. Ну, собственно говоря, самое главное, что все эти группы катехоламинов и кортикостероидов, они разделяются на две большие группы. Это провоспалительные гормоны и противовоспалительные гормоны. И если у нас хронический стресс, результатом хронического стресса является нарушение функции, которая приводит к разрушению клеток, снижению активности иммунитета, то есть за счет того, как раз, что у нас начинают накапливаться провоспалительные гормоны. То есть они начинают активировать фактически системное воспаление вообще в организме, в первую очередь в сосудах, фактически в любых органах и тканях. И как результат это сбой работы внутренних органов и систем нашего организма. Ну, вот, собственно говоря, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас порядка 65% всех известных заболеваний у нас относят к именно стрессогенным болезням, то есть причиной которых изначально были стрессовые реакции. Хотя многие ученые склоняются к тому, что в действительности этих заболеваний гораздо больше. То есть очень многие болезни в действительности нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, злокачественные новообразования являются результатами долгого влияния стрессорных факторов, долгого влияния хронического стресса. Ну, а другие, в принципе, большей частью признаны психосоматическими, когда все равно какие-то психические наши реакции накладывают определенный отпечаток на организм и на развитие дальнейших состояний. Во время стресса в нашем организме, вот здесь на слайде, да, происходит вот такое, ну, грубо говоря, такое гормональное изменение в процессе хронического стресса, который приводит к нарушению постоянства внутренней среды. То есть, когда идет воздействие стресса, в первую очередь, что у нас повышается в крови, это повышение уровня кортизола. Это вот как раз показатель хронического стрессорного воздействия. Он нарушает работу гипофизарной системы, гипоталямогипофизарной системы, которая приводит к повышению уровня пролактина, снижению выработки гормонов щитовидной железы и повышению так называемого тиротропного гормона, то есть организм начинает, говоря, себя стимулировать, начинает пинать, да, и щитовидную железу в этой ситуации. Это приводит к таким нарушениям обменных процессов, то есть это повышение уровня инсулина и развитие, то есть высокий уровень инсулина начинает организм защищаться, развитие инсулинорезистентности, и здесь у нас начинает развиваться дальше метаболический синдром, то есть когда у нас происходит срыв обмена и углеводного, и жирового, и белкового. Но самое главное, что в этой ситуации у нас обычно еще и идет снижение тестостерона, не забывайте о том, что тестостерон есть не только у мужчин, да, у мужчин это превалирующий гормон, но еще и у женщин, собственно говоря, этот гормон тоже в определенных количествах вырабатывается, и он нам нужен для того, чтобы как раз и настроение поддерживать, и мышечный тонус, в общем-то его роль в нашем организме тоже достаточно важна. Продолжение следует...